Доктор Даник, да мой стетоскоп лучше, чем твой в сто раз! Это еще почему, доктор Папа? Да потому что он настоящий! Таким стетоскопом можно слушать людей во время лечения. О, а зато мой стетоскоп может лечить игрушки! С чего ты это взял? Например, герой в масках, или Робокара Полли. С чего ты это взял, что твой стетоскопом можно лечить игрушки? Потому что его мне подарила сама доктор Плюшева! Доктор Плюшева? Да! Ну, раз такое дело... Ладно, давай мы отложим этот разговор на потом. О, привет, ребята! Всем привет! Ребята, мы в своих спорах с доктором Даником совсем забыли вам сказать, что сегодня вместе с вами мы будем строить вот эту новую больницу для города Лего Сити. Представляете? Это новинка! Ну что же, открываем этот замечательный набор больницы города Лего Сити и начинаем его собирать. Так, ну что же, доктор Даник, просистируйте, пожалуйста. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ребята, девять пакетов с огромным количеством деталей, из которых мы сейчас будем возбегать в больницу для города Лего Сити. Да, мы сейчас будем распределять пакеты. Одни папины, одни мои. Да, мы будем работать в докторской команде, да? Ну что же, встретимся после сборки. Собрано! Давайте посмотрим, какой классной получилась эта больница для города Лего Сити. Вот так она выглядит с наружной стороны. У нее большие окна. Да. Здесь есть вот заезд, да? А вот так больница выглядит внутри. Смотрите, как там все интересно. Сколько там всяких приборов, да? Туда же есть скелет. Значит, ну что же, давайте все по порядку. Ребята, вот машина скорой помощи подъехала к приемному отделению больницы города Лего Сити. Здесь, ребята, есть дежурный врач, который принимает больных. Только что прибывших. Итак, посмотрим, кто же прибыл на этот раз. Как здорово у него открывается сзади, да? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Все будет в порядке. Видите, что бывает, если не одевать каску на строительной площадке? Мистер строитель, вы нарушили технику безопасности, поэтому и пострадала ваша голова. Да, я уже это понял. О, Борис, дружище, и ты здесь? Что случилось? Что с твоей рукой? Работал, работал, да случайно порезал руку шпателем. И этот шпатель был очень острым, и порез получился очень глубоким. И вот эта медсестра сейчас оказывает мне первую медицинскую помощь. Ребята, только что вы увидели приемное отделение больницы города Лего Сити. Да, и давайте рассмотрим внимательно это приемное отделение. Смотрите, здесь есть медсестра, которая оказывает первую медицинскую помощь вновь прибывшим больным. Вот, как этому маляру. Также, ребята, здесь есть компьютер для регистрации больных. Их регистрируют и заносят в базу данных этой больницы. Также здесь есть, вот, смотрите, ящик, такой передвижной на колесиках, с медикаментами для первой медицинской помощи и с медицинскими инструментами и различными там лекарствами. Ребята, но это еще не все. На первом этаже этой больницы есть не только приемное отделение, но еще и буфет. Так, и как раз в этот буфет зашел сегодня первый посетитель. Это какой-то мужчина с букетом цветов, да? Да. Наверное, он пришел навестить кого-то? Да, наверное, вот эту тетю. Наверное, это его жена в роддоме на третьем этаже. Ну, сейчас еще его туда не пускают, да? Приемное время еще не началось, поэтому он ждет и решил выпить чашечку кофе с вкусным горячим круассаном, да? Да. Ого, кто бы подумал, в нашу больницу едет целая пожарная делегация. Доктор Даник, смотри, сколько пожарных прибыло к нам в больницу. Наверное, случилось что-то очень серьезное. Да, мы рады вас видеть в нашей больнице. Так, рассказывайте, что случилось, чем мы можем вам помочь, на что жалуйтесь? Здравствуйте, доктор. Я бригадир пожарной бригады Лего Сити, майор Спичкин. В общем, только что мы тушили пожар на большом химическом заводе. Там были вредные пары, мои ребята немного их хватанули, так сказать, надышались ими. И мы хотим проверить их легкие. А еще несколько ребят получили легкие ожоги. В общем, такая ситуация. Так, 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 майор Спичкин, по поводу проверки легких ваших ребят, мы полностью готовы. Недавно мы получили новый рентгеновский аппарат. Так что с этим мы легко справимся. А касательно обработки ожогов, ситуация посложнее. Закончилась мазь от ожогов. Ай-яй-яй, доктор, что же делать? Майор Спичкин, не волнуйтесь, выход есть. Ребята, поднимаем вертушку и летим за лекарствами. Итак, уважаемые пожарные, поднимайтесь на второй этаж, там вам всем сделают рентген легких. Так, уважаемые пожарные, пожалуйста, не дышите, сейчас будем делать снимок. Готово, следующий. Итак, ребята, давайте посмотрим на ваши снимки. Так, интересно, интересно. Я вас спешу успокоить. С вами, слава богу, все в порядке. Так, а что касается анализа крови, не все так здорово, ребята. Придется вам побыть денек под моим наблюдением. Вот так вот. Так, я вас внимательно слушаю. Доктор, в общем, в последнее время что-то я стал хуже видеть. Ну, давайте вначале обследуем ваше зрение. Пожалуйста, проходите к аппарату. Посмотрите, пожалуйста, в специальные очки аппарата и называйте рисунки, начиная с верхнего. Ну что же, я выпишу вам специальные витамины для зрения и все будет в порядке. Вы поправитесь. Единственное что, старайтесь, пожалуйста, меньше сидеть перед компьютером и меньше смотреть телевизор. Хорошо? По крайней мере в этом месяце. Так, доктор Даник, дыши. Глубже. Теперь покашляй. Слушай, ты случайно недавно ноги в луже не промочил? Ну, наверное. Так, наверное или точно? Было дело? Было. Так, это, наверное, тогда, когда ты играл с ребятами в снежки, да? Да. Хм, видите, ребята, Даник немного простудился. Как важно, когда вы играете на улице, особенно зимой, когда холодно, да? Сохранять свои ножки в тепле, чтобы они были сухими, да? Чтобы ручки были в рукавицах, да? В перчатках. И не позволять себе промокнуть. Правда? Вот, это очень важно. Ну что же, ребята, а на третьем этаже, на третьем этаже, у нас очень важное отделение. Это отделение для новорожденных. Да. Здесь у нас родился малыш. Здесь лежит его мама, да, отдыхает? Да. И сейчас их будут выписывать. Да. А внизу их ждет папа. Дорогая, любимая, я поздравляю тебя с рождением нашего мальчика. Я очень рад, что с вами все в порядке, что вы живы, здоровы. И теперь, ну что же, поехали скорее домой. Ребята, вот такой насыщенный сегодня день был в больнице города Лего-Сити. Было очень здорово, да? Да. Очень интересно. Наблюдать за всеми событиями, которые происходили в этом здании. Какая благородная все-таки профессия, доктор, правда? Да. Доктор Даник. Ребята, с вами был доктор Даник. И мой папа. Доктор папа. Вы были на канале Даник Джуниор. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, да, если понравилось это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новинки. И всем до новых встреч. Будьте здоровы. Всем пока-пока. И не болейте. Я надеюсь, что вы не попадете в больницу. Берегите себя, ребята. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok